Побывал я в разных концах земли, в разных странах, встречался я с разными людьми. Приходилось мне бывать на высоких торжественных приемах, то у президентов и королей, то у премьер-министров, то просто у министров, то у послов. Как блестят на таких приемах туфли и лысины, как повязаны галстуки, как белоснежные манишки, как вежливы поклоны и улыбки, как продуманы каждое слово и каждый жест. На таких приемах артисты похожи на премьеров, а премьеры похожи на артистов. Я на таких приемах никогда не бываю самим собой. Я делаю жесты, которые мне не хочется делать. Я говорю слова, которые мне не хочется говорить. Сквозь блеск таких приемов я вижу вдруг родной очаг цады и моих родных, сидящих вокруг него. Или вижу своих веселых друзей, собравшихся где-нибудь в номере гостиницы. И вместо заморских кушаний не хочется тогда хинкала с чесноком. О, какое блаженство засучить рукава, рубашки и пожирать хинкал у родного очага среди друзей, так, чтобы жир стекал по рукам. Когда я читаю некоторые книги, мне кажется, что они на дипломатическом приеме. В них нет свободы жестов, свободы поведения, свободы речи. Книга моя, не будь гостем на дипломатическом приеме. Пусть у тебя будут только те слова, которые соответствуют твоему истинному характеру, а не те, которые нужно говорить из приличия. Я видел людей, которые, люди как люди, по камню у себя дома, в кругу семьи, с женой, с детишками или с друзьями. Но вот они в канцелярском своем кресле сухие, черствые, злые, как будто их подменили. С каждым новым чином, с каждым новым креслом меняется их характер, их поведение, их лицо. «Будь постоянной, моя книга, не изменяй своего характера, как я не изменяю себе. Люби друзей и дым очага, а не торжественные приемы. Люби поля, а не концерты. Слушай голоса земли, а не шум собраний. Ведь бывает так, что на собраниях говорят одно, а после собрания совсем другое». Из записной книжки. Кто из дагестанцев не знал огромные папахи Сулеймана Стальского? Его тяжелого тулупа из душистых овечьих шкур, его легких чарыков, сшитых из телячьей кожи. Я думаю, не только дагестанцы не могли бы представить себе Сулеймана без чарыков и без папахи. И вот Сулеймана Стальского наградили орденом, и Максим Горький назвал его Гомером XX века. И Сулеймана вызвали в Москву. И в Москве встретился с ним один дагестанский министр. «Ай-ай, дорогой Сулейман», – сказал министр поэта, – «нельзя вести себя в Москве, как в ауле. Эту форму тебе придется сменить». По поручению дагестанского правительства был сшит для Сулеймана бастоновый костюм. Ему принесли также новые туфли, шапку-ушанку и зимнее пальто с караклевым воротником. Сулейман пересмотрел каждую вещь в отдельности. Пальто, распахнув, подержал на весу, туфлями постучал подошву о подошву. Затем все кое-как свернул и уложил в чемодан. Спасибо, хорошие новые вещи, как раз пору моему сыну Мусаибу. Я не хочу, я же хочу остаться Сулейманом. Своё имя не хочу променять ни на костюм, ни на туфли. Мои чарыки обидятся на меня. Эту приверженность даже к внешнему проявлению самобытности очень ценил Сулеймане, моя деть. Из записной книжки. Сыновья Сулеймана много раз пробовали научить своего отца грамоте. Сулейман всякий раз начинал со старания, но потом он откладывал бумагу и говорил. «Нет, дети, как только я возьму карандаш в руки, стихи сразу от меня убегали. Потому что я думаю не о стихах, а о том, как нужно держать этот проклятый карандаш». Из записной книжки. Эфенди Копиев был другом Сулеймана Стальского. Он же переводил его на русский язык. Эта дружба вызывала зависть мелких и никчёмных людей. Они старались унизить Копиева в глазах прославленного поэта или даже оклеветать его. Они говорили Сулейману, «Ты не умеешь читать по-русски, а мы знаем, что Эфенди Копиев, когда переводит, портит твои стихи. Где хочет, он добавляет, где хочет, сокращает, а многие строки переделывает по-своему». Однажды во время неторопливой беседы Сулейман завёл разговор. «Друг», — сказал он, «Я слышал, ты бьёшь моих детей». Эфенди сразу понял, о чём идёт речь. «Твои стихи — не дети твои, Сулейман. Они — это ты сам, Сулейман Стальский. В таком случае я старик, заслуживаю ещё больше уважения, чем дети». Но что для тебя важнее, Сулейман? Количество строк в стихах или стиль и дух? Вот перед нами стоит вино. Если оно выдохнется, то его почти не убудет. Но оно не будет уж тем вином, который мы пьём и которым наслаждаемся. Дело не в количестве вина, но в его аромате, во вкусе и крепости. Ты прав, это важнее всего. Так в действительности и получилось, что Сулеймана Стальского русскому читателю дал Эфенди Копиев. Из записной книжки. «Никак не подберу ключ к стихам твоего отца», — жаловался мне Эфенди. Гамзата Садаса. Он тоже переводил на русский язык. «Твой отец со своим замком. Думаешь, он смеётся, а на самом деле грустит. Думаешь, он расхваливает, а на самом деле иронизирует. Даже издевается. Думаешь, он бронит, а на самом деле хвалит. Всё это я понимаю, но передать по-русски ещё не могу. Я могу передать его поэтические приёмы и смысл его стихотворений. Но мне нужен сам Гамзат, живой. Каким мы его знаем? Ведь именно таким его должны узнать все читающие по-русски. Как будто бы он похож на всех остальных людей, но всё же его не спутаешь ни с одним человеком. Таким же должны быть и стихи поэта. В Castle